13 декабря в Казани подвели итоги 14-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан и наградили его победителей. В общей сложности участники подали 1944 заявки. От 5 до 10 победителей выбирали в 9 номинациях. Участие в церемонии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Эти проекты не могут замыкаться контуром только республики. Мы должны смотреть глобально, как привлекать, так и продвигать наши проекты по всему миру. Рустам Миниханов наградил победителей в номинации «Перспектива», где в число лучших вошел проект учащегося IT-лицея Казанского федерального университета Данила Юдина. 12 представителей Казанского федерального университета вошли в число победителей 14-го конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Проект предполагает применение блокчейн-технологии в финансовом секторе Республики Татарстан. Их применение позволит оптимизировать и расходную часть, и сформировать такую систему хозяйственных операций, которые предполагают ликвидацию каких-либо схем. Хотела бы донести до людей, что не стоит принимать решения самостоятельно в своем лечении. Нужно все-таки обращаться к медицинским работникам и не наносить вред своему же здоровью. От Казанского федерального университета было подано 28 заявок. В этом году в университете решили сделать акцент на качестве подаваемых проектов, а не количестве. Я хочу сказать, что несмотря на то, что количество заявок было небольшое, конверсия заявок по убедителю оказалась на 44%, когда средняя по Татарстану 9%. В рамках 14-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан состояло заседание Расширенного попечительского и наблюдательного совета Инвестиционного венчурного фонда Республики Татарстан, касающегося дальнейшей деятельности фонда и его взаимодействия с Лузами Татарстана. Было принято решение, которое мы давно лоббировали, которое мы совместно с венчурным фондом обсуждали, именно создание независимой структуры, которая бы взяла на себя функцию предпринимателя в проекте. То есть, когда наши ученые бы занимались тем, что они должны заниматься генерацией знаний, а продвижением продуктов на рынок и их коммерциализацией занималась специализированная структура, которая сейчас принято решение создать. Это центр, межвузовский центр трансфера технологии. На данный момент формируется комиссия по разработке концепции создания центра трансфера технологии. Ожидается, что к российскому венчурному форуму, которая состоится в апреле следующего года, она будет представлена. Сейчас КФУ является одним из четырех основных вузов, которые вошли в начальную структуру. Но я хочу сказать, что структура открыта, она подразумевает вовлечение всех заинтересованных университетов. Но я думаю, что ключевой роль будет играть наши университеты. Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится в этом году в 14-й раз. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюс.